В СНГ 2015 год объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовиков. Пинский городской совет ветеранов поддержал это решение. Сейчас его президиуму и наиболее активным участникам предстоит обсудить и разработать программу к предстоящему празднику. Ведь 70-летие со дня Великой Победы нужно встретить достойно. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы наша молодежь помнила, что у нас есть участники, фронтовики, им сегодня 90 и выше. Вот Благовидов Борис Александрович, это почетный граждан города Пинска, который воевал на фронте. Он сегодня может уставить Пикузов, Софья Дамовна, ей 93 года тоже. Она в партизанском отряде была и еще в боевом строю и работает. Вот для того, чтобы воспитывать на подвигах и традициях именно участников Великой Отечественной войны. Вот для этого мы хотим, чтобы активизировать работу и с молодежью. Еще один из важных вопросов собрания – обмен опытом между участниками организации. Не случайно встречу провели в одном из учебных заведений. Здесь произошла реорганизация путем присоединения колледжа машиностроения с профессиональным лицем мебельного производства и автомобильного транспорта. Помимо того, как происходит формирование коллективов учащихся и педагогов, изменения коснулись и первичных ветеранских организаций. Недавно эти два учебных заведения объединены в одно, и мы хотели посмотреть, как ветераны обустроились, как здесь именно ветераны работают, первичные организации, как мы признали лучшей организацией. Поэтому решили здесь посмотреть и обсудить, и обменяться мнениями. Тем более накануне 70-летия Великой Победы.